всем привет с вами негатив покажу вам сегодня два боя против дарка один соответственно у нас пвп второй турнир с наутилуса уже с основного этапа вот этот бой был в тот же день когда я стрим запускал кто смотрел помнит я мастеру стратегии здесь слил был я вот на этом респе мастер был вот здесь то есть я вам тогда еще сказал то что я вверх неаккуратно поставил и сейчас как раз разберем работу над ошибками покажу бой здесь контейнер отдал но я спорные здесь забрал здесь вот здесь вот тоже в принципе по ресурсам нормально все получилось опнулся до броников делаем стрекоз здесь вот спорный ящик сейчас dark заберет свои два тыловых я то есть ну короче плюс-минус пополам собрали в тылу еще остался ящик и сейчас будем драться за большой контейнер две минуты уже наступила с максимальной веткой к его в 2 30 он уже захватит ящик поэтому нужно спешить так скажем видимо он не сразу тоже на захват стал чуть попозже подкинулся у него пех очень начинается сражение за ящик за большой стрекоз отводим броником пытаемся выбить дикобраза помогаем также своим дикобразом чтобы у нас могла работать стрекоза уже пока йотам броника убьют но стрекоза нам выбило всю оставшуюся технику снова пытаемся ее отвести здесь у нас стрелки едет еще один броник то есть дикого мы сейчас разберем и в принципе сражение за ящик подходит к своему логическому финалу то есть мы будем его забирать решил я здесь по моему тоже поиграть морем вышел кстати в третий штаб уже до ягуаров апнулся то есть ящик я еще не забрал с ресурсами но броников перестал делать две штуки состряпал 331 был потерян и пошел соответственно до ягуаров сразу же dark тоже вышел соответственно стрекоз поставил авиазавод верфи меня уже по моему до аллигаторов если я не ошибаюсь и сейчас вот не помню по сути я должен цески достроить и тут неждан пролетает на такой короткой карте кречет сразу же он падает был здесь потерян кстати ягуар то есть он в атаку в такую враж пошел но ягуара потерял потому что у меня броники были пехи дикие то есть как бы дпм чуть побольше ягу он терял одного дикого тоже и зажимая его по итогу на базе решила я здесь вообще очень нагло на самом деле сыграть я хотел отыграть от третьего штаба ягуары мамонты и дикие но когда я увидел кречетов пришлось отменить мамонтов то есть один вот у меня произвелся хотел я вот отсюда с бугра в общем его зажать и мамонтами закидать на самом деле против яга хама хотел попробовать отыграть третьим штабом полноценно вышел до барракут то есть как бы много всего решил разом делать поэтому четвертый штаб это нечто такое фантастическое с таким составом армии такими заводами пока что задерживаемся вот но так как пошли к речи ты понял что мамонты стоит отменить на энное время нам нужно чуть больше дикобразов и все-таки решил выходить в четвертый штаб так как dark засел на базе и было очевидно что он сейчас тоже выходит в егэхам и ничем хорошим для меня это не закончится и вот о чем я вам говорил то есть опять же видите то есть на этом респе либо с дэшку нужно выкидывать вниз чтобы вверх вставала чуть подальше либо вы обречены что вы ее потеряете просто-напросто то есть как вот мастер стратегии заехал мне снес ее аллигатор не достает до ягуара и ягуар выбивает на таки все это дело без атаки не достает тоже и о чем я говорил то есть вот он появляется хамелеон ягуаров у него чуть побольше но я стою от позиции то есть у меня конечно ягов чуть поменьше но в любом случае ему придется ехать в узкое довольно таки пространство где на принудительном огне даже без хамелеона можно в принципе переиграть егэхам попробовать мамонт стоит накидывает решила я добирать эту вверх так как я клепаю потихонечку барракут 2 у нас уже есть сейчас третье появится бугор мы контролируем потихоньку идет выход хамелеон то есть вот еще только первое у меня производится как вы можете наблюдать завод еще только-только я второе начинаю апать до ягуаров так и снова включается хам видимо дарк решил меня здесь проводит оттачить начинаю я стрелять в молоко постоянно переключаемся понимаю что ягуаров у меня поменьше потому что он через два завода делал я через один загоняем броников видим где стоят яги выбиваем часть здесь конечно аллигатор броников этих отстреливает ягов я тоже теряю плюс их было меньше и понимаю что здесь уже все я его даже от позиции от этой к сожалению не остановлю в этом проходе не нужно отступать здесь еще большой ящик вылетела небольшой недоконтроль был он поставил торпедку я упоролся то есть одну барракуду я слил но у нас выехал хамелеон раскладываемся здесь тоже не определенный недоконтроль 1 2 як было потеряно и я понимаю что стоять там семь ягов перестреливать тремя против опытного игрока дело довольно-таки нелегко и спускаюсь на базу здесь барракудами начинаем его пробивать барыму сделать теперь не представляется возможным так как верфи нету появляются кречет и барракуд соответственно глазок а здесь стоим от базы стоим принудительно выбиваем хамелеон пытаемся точнее выбить плюс-минус видел где ягуары стоят плюс по трассером ну и вроде как бы отбиваемся вот здесь дикий заезжает и выбивается хамелеон 1 2 у него здесь остался видим что там три яга всего лишь дикие то есть численное преимущество уже за мной видимо неудачно здесь на бугре разложился выбивала ему довольно-таки много армии поднимаются кречеты но тоже 5 дикобразов 4 конечно сзади осталось перегруппировался разложился все под хамелеоном аккуратненько барракуды тоже потихонечку напрягают отвлекают то есть один залп даем сразу на глазок чтоб кречеты нас здесь не нервировали кречеты получают у нас от диких ну и снова стоим перестреливаемся начал тоже глядя на некоторых стримеров приближать когда виду принудительный огонь потому что так лучше видно когда приближаете хамелеон прямо вот его прям вот видно где вспышки идут и уже меняете траекторию здесь хам у него сел начал уже выбивать ягов разумеется сокращать количество сейчас переключусь вот на эту хамелеон чтобы он не включил выбиваем и то есть очень огромное количество техники он здесь сейчас теряет просаживается прям катастрофически и поэтому я принимаю решение подъезжать раскладываемся хаотично начинаем стрелять проход опять же у меня выигрышной позиции у него нет кречеты потихоньку получают от диких то есть не забывайте их стопить потому что иначе они у вас уедут светить егэхам сейчас такое происходит и начинаем уже пробивать административку плюс барракуды по-прежнему здесь начал я уже делать теперь аллигаторов чтобы барракуды прикрывались вот от этого дела кречеты снова поднимаются но я один зал подаю то есть чисто напрягаю нервирую он на авиацию отвлекается я здесь техникой занимаюсь так перераскладываюсь и вот как сейчас помню здесь будет очень неудачный момент по моему то ли на флот я отвлекся то ли на что здесь наоборот видимо на технику отвлекся в общем каким-то образом я потерял здесь вот преимущество свое то есть и ягуара неудачно разложил вот здесь уже переключился но половину ягов в результате потерял он конечно кречет тоже послевал торпедку ему однись одну снес аллигатора одного этого добил но по технике он выиграл огромное преимущество то есть у меня там два ягуара у нее лишь 78 стоит видели по засвету и в результате вот этот центр я теряю но одну торпеду три аллигатора пробивает плюс барракуда по ней накидал и мы пробиваем его с моря приблизительно то же самое что было с мастером стратегии только теперь осуществляю данную идею я заходим валим ему первый завод до ягуаров пытаюсь держать позицию все-таки на бугре потому что свалиться на базу это означает большинстве случаев проигрыш потому что выбивать и гхм уже с бугра очень тяжело редко получается на самом деле миллионов достаточно пытаемся здесь что-то придумать у него дикие вперед пошли у меня тоже пару штук уехала соответственно хамелеонами катаемся ягру стоит два ягуара пытаюсь здесь по максимуму выбить две штуки тоже выбиваем ему один хам отправил уже светить туман потому что но полный безысходняк он сейчас отстроиться и всю инициативу я здесь в принципе потеряю по-прежнему то есть до заказ подъезжает раскладываемся но все сейчас хамелеоны садятся вот свежий выехал к сожалению но выезжает поздновато плюс ягов там сколько 4 плюс 5 он там он чуть побольше чем у меня пытаюсь добить хоть что-то но увы теряю всех ягуаров и здесь такой вот момент то есть штаб я ему уже здесь свалил флотом аэродром свалил то есть кречетов по сути не должно быть начал делать короче стрекоз ребят на подсвет потому что я понимал что ягуарами я уже не отобьюсь нет вот кречет откуда нарисовался сейчас валит он не завод 1 до ягуаров то есть о чем я и говорил я понимал что на егэхам надежды нету то есть надежда только сейчас на стрекозы идут включаем экстренные меры так как заводы не пашут к сожалению не до контроля идет жуткий пытаюсь одним ягуаром принудительно стрелять кречетом он кстати выбивает моих стрекоз которые в принципе безнаказанно светит туман но сожалению недолго живут от кречета ложь на базе нету то есть косячно так сыграл довольно таки против авиации нагло очень сыграл я бы даже сказал второй завод кстати ему барракудами тоже добиваем потихонечку понимаю что ягов он не скоро возьмет во всяком случае ему придется сейчас выходить как минимум в третий штаб вот в тройке причем в 4 он уже не выползет это будет один завод ягуаров в лучшем случае плюс это время и ресурсы но вот так это и мои ягуар лопаются понимаю что сейчас свалится второй завод и ставлю казармы то есть уже от безысходности плюс sd-шку решил отправиться прямо вот сюда вот ему на базу честно говоря под прикрытие флота то есть думал получится интересная такая такой своего рода камбэк я думал честно он отстроился вот сюда вот а я собирался к нему сюда зданиями залететь и у стрекозы дикие пехота потихонечку отбиваем потерял конечно оба завода выкидываю сюда sd-шку ставлю пвошки от кречетов думал что может могут пойти также и стрекозы ну все что угодно может на самом деле вот опять летит кречет диких по-прежнему делаю стрекозы работают пехи работают ложки сейчас у нас здесь достроится там включил чтоб его кречет не выбил и все там остается один ягуар здесь уже ставлю соответственно заводы так как хам у меня есть 4 штаб есть реконструкцию сюда же набу гор и здесь я по моему сейчас полечу стрекозой стрекозами посмотреть что у него на базе но здесь я понял что он сдался так как там стоит он его не перемещает и то есть по итогу он не успел отстроиться здесь второй штаб даже не третий то есть он до ягов не смог выйти завод хама у него остался и второй штаб такой отбой получился немного накосячил я конечно в этом бою до этого у меня тоже раза три наверно выиграл в общем бьемся периодически сейчас вам второй бой еще с турниру покажу сначала покажу вам прокачку флота то есть аллигатор меня без одного а по в последних боях уже начинал я было здесь 18-22 один об добавил барракуда у меня вот такая вот то есть мы смотрели тут на 2 на 2 или на 3 об у меня барракуда по прокачке слабее чем у дракона у 24 ранга то есть вот сами думайте немец меня задавил именно барракудами то есть у него они по прокачке не намного с дарком сейчас я вам бой покажу него барракуда то есть надземное положение вот этих ракет у него такое же как у меня корпус плюс-минус такой же то есть меня на в подводном положении по сути должно сильнее стрелять чем у него в общем у него флот плюс-минус такой же поэтому здесь честный бой было я считаю то есть вообще прям без обид не тоже без обито не обидно что проиграл именно в честном бою они тоже тебя там жиром допустим задавили как немец примеру хотя он очень плохо начал но потом барракудами просто меня задавил идет сбор собрали мы плюс-минус одинаково я здесь свои забрал он здесь свои забрал то есть все принципе четко так выхожу я соответственно в две верфи сразу одну опу и до аллигаторов потому что аллигатор нам нужен на первой спорной точке и потом уже идем в третий штаб здесь приплывает 2 каймана и стрекоза то есть не знаю зачем на самом деле стрекозу делать особенно при игре с сопротивлением тоже он идет третий штаб есть два койота не знаю успею разведать или не успею но суть в том что в том что авиазавод это третья электростанция априори если с торпедкой плюс чуть позже у него аллигатор появится то есть с конфой может быть имеет смысл с сопрой я не знаю зачем стрекозу на самом деле делать немец тоже вот так же сыграл по итогу они вначале отстали именно по флоту но с дарком сейчас вот здесь сами увидите я сам накосячил с немцем я уже сказал итог боя почему он был слит забираем все-таки свою точку то есть стрекоза своих флодов принципе ты не принесла как таковая выпадает первое спорное но у меня уже есть барракуда есть уже три аллигатора начинаю потихонечку пробивать идет конечно здесь разведка моей базы появляется у него тоже первая бара но у меня уже сейчас вылезет 2 10 косячок надо было добивать наверное торпедку я решил начать именно по барракуде кидать лечит он торпеду грамотно играет забираю первую спорную точку торпеды наполовину опускают аллигатор первый тут я чем-то сейчас отобьюсь там тоже койоты пехоту делаю потихонечку идет рубилово в общем голд оборона первый аллигатор потерян то есть это определенного рода ошибка недоконтроль идет причем конкретный на самом деле барракуда у нас стреляются друг с дружкой появляется у меня здесь 3 1 по моему уже потерял также как и дарк одну потерял забираем вот эту точку и перестреливаемся барракудами то есть о чем я и говорил видно даже плюс-минус по урону что они у нас одинаковые именно по корпусу и по ракетам так точку забираем шотные барракуды постоянно я передвигаю чтобы их не добивали здесь вот соответственно выношу дарку то есть целые стоят принимают шотные я отвожу подвожу постоянно то есть каждую там по отдельности не вот целой толпой играешь сейчас вот смотрите эту опущу остальные будут стрелять все это у нас под воду уходит по ней конечно урон так вот тоже проходит но очень-очень слабо те две у нас стреляют дарк делает то же самое то есть повторюсь играет грамотно аллигаторов конечку выстраиваем готовил здесь вот атаку на нижний фланг вижу что по барракудам я его опережаю снова стою накидывают и сейчас он теряет очередную так не знаю почему не беру точку видимо здесь очень сильно отвлекся на этих барракуд заигрался уплывает у нас очередной аллигатор который будет брать это место затопления сейчас так барракуд он опустил так как понимает что уже не в численном преимуществе потому что ну я ему убил по моему больше но я здесь снова отвлекся на именно на баррак дабы выбить вот эту торпедку и проглядел вот этот момент как эти аллигаторы начали заходить вот так вот просто прям ко мне вот такой фронт то есть по количеству я здесь преимуществе в принципе ну не то что преимуществе 5 на 5 здесь было весь нормальная должна была быть стычка но они у него пока цены были частично по итогу я просто-напросто дарю ему два аллигатора это очень катастрофические потери хоть я точку и забираю но два корабля это существенно битва торпед здесь по-прежнему про то барракуд по-прежнему продолжается то есть и я и он фокусе пытается у меня здесь про атаковать включая голд оборону торпедки начинают накидывать в принципе если он не отступил это была бы его роковая ошибка по итогам терял всего лишь один корабль вот забирает он эту точку я понимаю что 4 аллигатора 6 штук уже тоже не перебьют то есть он грамотно сделал что отступил забирает он мне один шотный корабль тоже грамотно делает по-прежнему барракуда у нас здесь стреляются то барракуд фокусе им то торпедки друг другу постоянный нужен контроль ставлю торпеду сюда не хватает света поэтому ставим электростанцию по барракудам по-прежнему плюс-минус у нас по-равному одинаковое количество не смог я соответственно перезахватить это место затопления топим с потопом очередную бару одну тоже теряем извиняюсь ребята то есть по-прежнему по подлодкам у нас плюс-минус ним одинаково сейчас он очередную фокусит мою у меня свежая должна вылезти и пытаюсь накопить аллигаторов этот вылез не до контроль идет потому что я говорю постоянно здесь бар приходится перемещать туда-сюда так и выхожу я в 4 штаб возможно это была ошибка как мне некоторые боевые товарищи сказали ну не знаю может ошибка может нет сижу то есть равно на производстве получается стреляемся барракудами очередную час он мне потопит не успел я глазик нажал но не успела на погрузиться я ему потихоньку опускаю очередная тоже торпеда строится то есть я говорю параллельно зеркально играем вот пять штук у меня сейчас 4 то есть преимущество он уже выходит и вот эту вверх я облуду барракуд это тоже возможно была ошибка надо было через нее аликов делать а вот эту вверх все-таки до бар здесь пробовать топим ему очередную подлодку то есть но там 4 4 или 5 5 частично ну вот это уже разбито у меня тоже две штуки три даже уже такие подбиты эту сейчас потопим очередная то есть в принципе игры то он на одну в плюс уйдет то я на одну в плюс уйду то есть видите у него сейчас 4 там у меня 5 но у меня сейчас 5 тоже потонет у него 4 сейчас скорее всего вот это будет потеряно так а по имверх до аллигаторов сижу пересел уже на атаку пусть производства выключил до этого на производстве сидел и все пошло у нас две верфи до барракуд здесь я честно говоря подумал что выигрыш будет за мной валим ему торпедку у нас аллигаторы сейчас вот здесь вот будут копиться здесь косяк то есть бара вышла но сейчас сами увидите мне кажется я самого спровоцировала не надо было этого делать на самом деле строится торпедка бару я шутман увел а вот здесь вот барракуду выгоняю и виду на этих аллигаторов понимая что у него там бар не должно быть фокусим торпедку дабы дать вот этому лигатору ходу так стоим барракуды пытаемся накидывать по аллигаторам как я говорил бар здесь нету но его это спровоцировало на атаку видимо выбиваются две центральные торпедки по барракудам вроде все не так уж и плохо но вот здесь вот начинается прорыв его аллигаторов и аллигаторов у него больше а у меня вышло с этой верфи пару барракуд вместо аликов торпеда к сожалению нету то есть одна осталось две он выбил по барам я повторюсь было то все здесь вот на этом фланге неплохо а вот этот фланг я просто-напросто потерял торпедки валятся приходится группировать барракуд помогать нового лица 1 верфь аллигаторы тонут аллигатор может конечно 27 чуть посильнее но повторюсь то есть основная ошибка была вот тогда я здесь подарил два аллигатора из-за своего недоконтроля потому что принципе инициатива была за мной 41 по точкам по барракудам надземном положении у нас плюс-минус одинаковые здесь он еще там видимо на свободные ресурсы несколько стрекоз сделал не критично конечно но проиграл я бою именно вот здесь я очень сильно ошибся он не дал отыграться и относительно идеально отыграл молодец хороший бой интересно не за счет жира именно вот на так переиграл такие вот бои комментируйте ставьте лайки проиграл я еще и говорю немцу как я и говорил с а про и у меня будет не очень особенно с теми у кого барракуда прокачивать дальше поиграем увидим всем спасибо еще раз за просмотр всем удачи всем пока